итак здравствуйте дорогие интернет зрители с вами снова скудер а значит это четвертая часть прохождения гран туризма на 1 playstation значит в прошлых частях мы с вами заработали все лицензии теперь у нас получены все лицензии класса б а и а интернешнл и перед нами открыты ворота в большой мир в этой серии значит мы займемся покупкой машины тщательно выберем себе какую-нибудь подержанную машину ну и начнем проходить первые чемпионаты наверное думаю пройдем один sunday cup ну и так приступим здесь мы значит подходим к еще одной особенности гран туризма это количество машин количество марок именно лицензированных автомобилей даже сейчас это количество машин остается довольно большим но на тот момент это было просто заоблачная цифра здесь 160 автомобилей вот сейчас мы зашли в мазды модели маст то есть вот видите каждая из каждой автосалонов представляет собой вот новые автомобили то есть здесь как бы это вот именно новый автосалон здесь представлены новые модели маст на тот момент по крайней мере они были новые вот распределены по ценовой категории если нажать на нее то вот мы видим 3d модельку машины она вот так крутится опять же как на выставке на какой-то на ней видны отражения ну в общем на тот момент это просто графика поражала воображение также есть поддержанные машины тут пункты покупка и продажа ну продавать нам соответственно нечего чтобы что-нибудь продать нужно сначала что-нибудь купить а у нас как говорится денег нету как говорил код матроскин вот и значит вот из этих моделей нам и предстоит выбирать это бушные модели них немножечко занижены технические показатели плюс год выпуска немного старше вот поэтому плюс представлено не только вот в данной цветовой конфигурации нельзя выбрать ну и соответственно поэтому не стоит дешевле у нас как вы видите десять тысяч воображаемых кредитов вот ну и нам по зубам вот здесь только родстеры думаю родстер нам покупать не стоит хотя машинка хорошая но все-таки слабоватая вот пойдем значит мы из мост что другое так нет сейчас еще раз скажу что тут еще есть специальные модели спешил модели так называемые вот это версии про тюнингованных уже машин они вот в гоночной раскраски представлены и ну полностью общем настроенные прокачаны цена у них конечно заоблачная 500 тысяч нам она даже не снилось пока но тем не менее тем не менее машины хорошие классные и можно будет потом стремиться к их покупке ну и пункт тюнинг тоже одна из особенностей гран туризма на те времена это тоже был прорыв то есть столько возможностей по улучшению машин плюс тут у каждой детали вкратце написано для чего она что дает ну в общем то это ну беспрецедентный на тот момент был случай конечно была проделана разработчиками большая работа очень вот к сожалению как я уже говорил я был лишен этого во многом потому что у меня была японская версия игры я даже вообще не понимал что здесь такое щелкал просто по этим переключателю ну смотрю да что вроде там добавляется что-то лошадиные силы а где улучшение связаны не с лошадиными силами так там просто по цене ориентировался что дороже то и покупали на тот момент мы с моим другом лёхой вот играя в эту игру практически каждый день наверно не практически каждый это была наша любимая с ним игра вот мы сейчас здесь цены нету так как у нас не куплена машина вот то есть тормоза подвески пружины в общем все плюс это когда все это куплено это еще можно и настраивать все то есть там потом я покажу перед гонкой там можно зайти в настройки машины и все это дело еще и регулировать ну в общем колоссально те времена мы честно скажу не особо этим пользовались так вот тут снижение массы есть прям написано что снижение массы первой стадии что включает себя ненужных запчастей удаления материалов снижения веса автомобиля ускоряет его и улучшает поворачиваемость да так вот мы мало что в этом понимали но по крайней мере мы пытались с коробкой передач по крайней мере мы уже в те времена игрались то есть передаточные числа настраивали подвеску особо не лезли непонятно было чё куда вот ну постепенно осваивались так ну продолжим значит маздах нам ничто не подошло давайте зайдем вниз сам посмотрим что у нас тут есть из ниссанов ну в новую я заходить не буду потому что тут ценник сразу даже на самые и машины попроще у нас нет столько денег у нас цель только подержанное авто так здесь у нас что есть примера сильвия так ну да skyline нам не по зубам gts4 skyline это слабенькая версия его так смотрим на сильвию 91 года сильвия заднеприводная 138 лошадей так вот 88 года да она помощнее между прочим 172 лошадиные силы да еще прелесть то что русская версия то можно зайти в инфо информацию о машинах и прочитать здесь о спецификациях этой машины какие были в каком году выпущены с какими двигателями подвесками ну общем вкратце но довольно емко написано вот но это опять же тот момент это новым словом было так давайте-ка сделаем галочку насчет вот этой машины сильвия принципе неплохой вариант цена 7 с половиной еще даже немножечко денег останется и можно будет ведь чуть-чуть может что-то улучшить вот ну ладно идем дальше так nissan и subaru первой части в основном представлен японский автопром это понятно разработчики только-только начинали поэтому пока сложно было автоконцерном европейским что-то объяснить что это такое да и вообще игры тогда были немножко в другой нише вот это сейчас гран туризма на весь мир известно так subaru нас тоже ничего особо не интересует там цены большие так вот сейчас автопроизводители сами зачастую приходят к разработчикам гран туризма ну как-то сотрудничать в общем с ними чтобы разработчики добавили их машины в игру так вот honda тоже кстати неплохой вариант civic 167 сил у него немножечко слабее чем сильвия но зато полегче ну и переднеприводный вот хорошая машинка маленькая юркая довольно таки тоже как вариант неплохая прилют смотрим на прилют еще чуть меньше лошадей да и тяжелее он да и стоит дороже наверное не вариант цирр икс белл сон совсем слабенькая машинка так ладно исхонт я думаю нам подойдет civic значит ниссанах у нас была сильвия здесь мы выбрали civic так пойдем зайдем в митсубиши поддержанные автомашины ну ребята что вы мне можете предложить здесь так а в митсубях это по сути тоже да здесь только одна машина мираж киборг киборг-то неплох вес у него такой же как у цивика немножечко он мощнее она он столько же лошадей сколько и усилий но вес меньше ну что же тоже неплохой вариант еще в чем тут фишка что поддержанных авто здесь список машин периодически меняется то есть вот внизу в левом нижнем углу экрана видны дни так вот если проехать чемпионат или лицензию чем сделать какое-то действие с подзагрузкой количество дней изменится пройдет например один день или два и в магазине изменятся машины изменится может даже цена на них вот тоже такое интересное решение так митсубиши значит нам киборг заинтересовала идем в тойоты ты так я думаю побольше будет выбор так у нас тут левин и троенчик есть супра также турбовая старенькая так мы начнем сверху троена слабоват слабоват он слабоват конечно и насколько я помню у него управляемость прошу прощения до сих пор немножко простыхший так управление у него тоже не очень такое как гробовозик блин так супра вот супра интересно ох 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 ничего себе мощность конечно у нее обалденная правда и вес полторы тонны это уже серьезная машина конечно и цена между прочим такая привлекательная так чем она турбовая отличается мощность интересно соблазнительно конечно начать карьеру вот на такой машине соблазнительно очень детстве тоже мы когда так а собственно мы все машины просмотрели но астон мартин крайслер и chevrolet там подержанных машин просто-напросто нет здесь только новые авто и цены тут конечно заоблачные нам тут по карману не по зубам поэтому рано нам сюда соваться тут вот вайперы вот кстати концепт кар написано not for sale то есть не для продажи и вот это одна из машин которую дают за прохождение лицензии на золото это насколько я помню за лицензию бы дают то есть если мы пройдем лицензию бы на золото вот получим вот эту вот машину концепт кар ну я ее как уже говорил зарабатывал и надо сказать ну не очень она ничего в ней такого особенного нету она довольно слабая она управляется правда хорошо но она даже если ее затюнинговать она довольно слабая по лошадиным силам и соответственно но она за счет того что легкая ну и видимо распределение веса у нее хорошая она управляется хорошо но она слабенькая ну это и за лицензию бы она дается то есть принципе заработать не так сложно за лицензию отдают nissan nismo 400 r это затюнингованный skyline в тридцать втором кузове r32 вот его я тоже зарабатывал машина конечно гораздо уже резвее вот ну и за лицензию класса international удается трд-3000 gt это тоже разновидность toyota supra затюненной ее я не зарабатывал к сожалению вот будет возможность так ну что же я думаю мы все-таки возьмем наверное nissan silvio немножечко усложним себе процесс в начале процесс игры не станем покупать мощную супру так а возьмем мы сильную вот эту вот 88 года почему я беру ее потому что в общем когда я в детстве играл я покупал именно ее частенько и начинал игру с нее у меня меня к ней довольно теплые чувства еще с детства все на становилось моей первой машиной частенько ну а как говорится первая машина это как первая любовь запоминается на всю жизнь вот ну так что низ на тут можно выбрать еще по моему раскраску так вот восемьдесят восьмого года тоже так красная детстве я любил красный цвет сейчас еще не как-то красным не мочим так а это такой бежевый еще и с подводочкой да наверное возьмем ее так ну что же это наша первая машина отдаем деньги покупаем так ну и вот мы стали счастливыми владельцами nissan silvio 88 года так сейчас наверное сразу сохранимся потому что мало ли что могут быть какие-то сбои так ну вот сейчас мы так нас осталось почти две с половиной тысячи можно зайти в тюнинговый салон и посмотреть что можно сделать в детстве первым делом мы обращали естественно свое внимание на мощность и первые разы когда мы проходили мы покупали на эти десять тысяч именно тойоту супру она была самой мощной по этим деньгам так nissan и мы всегда брали ее и потом тюнили исключительно сначала на мощность и ну в общем это усложняло нам жизнь как потом стало ясно потом начав играть ой не знаю раз наверно уже 5 или 6 проходить я решил купил опять же ее но решил сначала протюнинговать ее ходовые свойства зашел в подвеску купил ей спортивную подвеску прокачал тормоза уменьшил вес кстати вот наверное сейчас у нас только на вес есть деньги и вы знаете это дало прирост в скорости гораздо больше нежели то что мы делали изначально прокачивали ее мощность то есть да скорость напрямых практически не увеличилась но она так стабильно стала себя вести в поворотах на торможениях что это управлять ей стало гораздо приятней в разы просто можно муфту сцепления купить но это бесполезно пока новый маховик гоночный ну как вариант карданный вал чуть чуть не хватает ну ребята ну сделайте скидку на 40 баксов что вам стоит а нет они нам не сделают скидку бизнесмены так я думаю все таки мы уменьшим вес у нашей сильвочки так да первая стадия куплена здесь ну то есть вас в основном можно покупать допустим если есть деньги сразу стадию 3 практически во всех пунктах но именно в гоночной модификации в снижении веса все нужно делать по пунктам постепенно снижая вес так ну вот мы купили машину даже выкинули из нее что-то ненужное ну я думаю заднее кресло какую-то может быть обшивку всякие магнитофоны и прочее вот электростеклоподъемники и тем самым облегчили наш аппарат вот стоит я думаю попробовать себя в чемпионате так у нас есть две лиги так скажем это gt лига здесь 4 чемпионата ну нам по зубам сейчас только здесь один вот этот воскресный кубок это гонки ну они есть в реальности то есть есть такие гонки когда просто любители скидываются деньгами и по воскресеньям арендует какой-то какую-то трассу предоставляющую такую возможность и по выходным ездят между собой то есть это не профессиональные какие-то гоночные команды пилоты это такие же люди как мы с вами просто имеющие лишние деньги имеющие возможность их потратить вот на такие покатушки так и есть вот специальные гонки здесь их уже гораздо больше здесь они сложнее идут видите как две страницы здесь их то есть гонок много на второй странице здесь самые серьезные гонки уже здесь требуется лицензия класса а international это много круговые гонки вот ну и есть здесь еще два супер скоростной чемпионат он мне очень нравится в нем на нем можно зарабатывать деньги довольно быстро но об этом позже ну и нормал тоже сложный чемпионат так ну сейчас я думаю все таки мы проедем sunday cup воскресный кубок вот а потом возьмемся за гонки но здесь по классам то есть переднеприводные авто заднеприводные полноприводные и маленькие машинки малолитражки как здесь написано ну с малым весом да так ну что же приступим к нашему первому чемпионату и так воскресный кубок на машине nissan silvia так ну здесь можно проехать квалификацию я думаю квалификации ездить я не буду за них дают очень мало денег по крайней мере на начальных стадиях чемпионатов вот кстати о чем я говорил есть тут пунктик такой настройки автомобиля то здесь можно сначала поменять запчасти то есть их можно купить но не поставить но сейчас у нас менять нечего у нас все стоит по заводской комплектации вот видите здесь сколько например даже типов резины но сейчас у нас стоит написано как норма но это как дорожные шины так и есть настройки настройках пока тоже ничего нельзя менять то есть для этого нужно сначала поставить гоночные комплекты снаряжения и тогда можно будет вот это вот все настраивать то есть жесткость мягкость подвески просвет развал угол схождения колес устраивать чувствительность тормозов турбина вот кстати передаточные числа коробки передач если поставить гоночную опять же появится возможность ее настраивать под разные трассы ну то бишь она переключалась более рано либо на более поздних стадиях ну пока здесь нам ничего из этого не открыто и можно даже здесь настройки сохранять то есть мы взяли например на какую-то трассу настроили машину под not of там ринг мини который сейчас и сохранили потом настроили например на следующую трассу на более скоростную например и следующий раз когда мы зайдем куда-то на какой-то чемпионат можно уже будет эти пресеты заготовленные подгружать каждый раз не мучиться с настройкой с подборкой настроек вот это тоже очень удобно участники давайте посмотрим что у нас кто нам точнее противостоит здесь так toyota mr2 мощнее чем мы но он по весу больше так civic ferio sir ну это насколько я помню так пешный демио мираж есть тоже сильвия но более новая модель ну что мы не так плохи на фоне наших соперников принципе вот есть конечно те кто помощнее те кто поменьше весит ну что квалификацию я пропущу поедем сразу гонку так да можно даже пробный заезд сделать но это в основном нужно когда настраиваешь машину и чтобы протестировать настройки сначала перед гонкой едешь пробный заезд ну так как у нас сейчас ничего не было поменяно в настройках ну что же начинаем приступаем непосредственно гонки и так воскресенье два часа дня и мы стартуем своей первой гонки карьере на трассе аутом ринг мини это короткая и конфигурация начало неплохое повторюсь это самый легкий чемпионат из данных вообще гран туризма проблем у нас не должно быть так ну пока усилие управляемость конечно довольно такая плывучая то есть реагирует на команды очень долго думая плавно так тягучи очень короткая трасса даже вот до сих пор сколько лет уже прошло не знаю как вам а мне мне нравится графика и непосредственно этой трассы симпатично все осенний пейзажик так мы тем временем как я и говорил сложности больших не возникло выиграли мы первый заезд да тут уже начисляются очки что чемпионат будет три трассы так захватили мы лидерство чемпионате так но можно посмотреть реплей но давайте посмотрим все таки это первая гонка наша в детстве мы обожали смотреть реплеи просто графика тут конечно обалденно и реплеи сами были очень похожи на реальную запись гонки там было очень интересно их наблюдать со стороны как ты ехал особенно если на двоих играли так вообще пищали от восторга так ну вот она наша сильвия красавица машина и такая старая 88 года и по сей день смотрится она довольно таки неплохо так позади нас преследовал мр-2 toyota небольшой такой так вот свелик ферио седанчик тоже симпатичный такой ну это дымило кстати нам его и дадут закрывая место так это по моему муцубийский мираж да ну и си почему-то наш напарник на более свежей модификации едет последний так ну вот реплей закончился сейчас будет вторая трасса ну естественно рекорды что первый раз на всех этих трассах вот 3000 отбили уже мы с вами первую стадию облегчения и даже сверху еще заработали так что все довольно таки неплохо ооо вторая трасса хай-спид ринг так ну опять же квалификацию мы пропустим поедем сразу в гонку начало игры всегда вызывало какие-то особенные эмоции вот это вот ну первые чемпионаты покупка машины накопление денег то есть нехватка средств постоянная вот какой-то такой вот опыт это давало ну как будто действительно это твоя машина и ты вот ее холишь лелеешь буквально по тысячным по миллиметрам каким-то отыгрываешь на трассе у соперников драгоценные доли секунды улучшая вот собирая эти деньги выигрывая поначалу ну копейки в общем-то и прокачивая свой автомобиль ну это не знаю до этого вот я до Гранд Туизма нигде такого не видел не то спиды играл но там как-то это не так все там не видишь что ты покупаешь то есть просто аркадные вот эти полосочки были даны да грубо говоря что вот у тебя увеличилась максимальная скорость или ускорение или там уже не помню какие там еще были показатели ну в общем три или четыре показателя и вот они в виде полосочек улучшались а здесь ты непосредственно заходишь в магазин покупаешь там не знаю глушитель себе и чувствуешь как машина да поехала быстрее устанавливаешь его едешь опять какой-нибудь там пятый шестой раз уже тот же самый чемпионат на той же машине но она у тебя уже способна немного на больше и это все ну очень было в новинку вот и ну что говорить с тех самых времен меня эта игра зацепила и я уже говорил что я являюсь ее поклонником и последующие плейстейшены вторую и третью я покупал ради вот продолжения этой игры то есть вторую плейстейшен я купил когда увидел в интернете уже тогда интернет появился это уже было в 2000 по-моему в 2005 году я увидел скриншоты из тогда вышедшей только четвертой части гран-туризма и меня не сразили ну просто наповал так ну думаю реплей сейчас не будем смотреть продолжим так вот просто меня поразили скриншоты да может быть они были конечно где-то и в фотошопе немножко там подрихтованы но все равно и все я я тогда учился в университете я значит подбил свою однокурсницу денег естественно у меня было мало у одного у меня бы не хватило денег я ее подбил сложиться и купить на двоих нам ее мы заказали у родителей моего друга они ездили в Китай тогда заказали у родителей значит моего друга PlayStation 2 все-таки я ее уговорил Аню и мы сложились с ней на покупку PlayStation 2 какая есть это была выгода у нее она фанатеет очень сильно ну и по сей день по секретным материалам сериалам и у нее была игра как раз таки для PlayStation 2 она по ошибке себе купила думая что это диск на компьютер она купила себе ZX files на PlayStation 2 естественно на компьютере он у нее не пошел и она очень хотела в нее поиграть я это узнав тут же этим как бы воспользовался сказал давай вот скинемся мы с тобой ты у тебя появится возможность наконец-то пройти свои любимые секретные материалы посмотреть на своего обожаемого Фоксика Малдера вот на экране телевизора самой поуправлять им ну в общем она недолго думая согласилась и мы сложились по ой сейчас вспомню по моему по две с половиной тысячи в общем PlayStation 2 стоила тогда пять тысяч в Китае рублей и даже не так даже по моему ее сумма была три тысячи вложенная моя лишь две ну и в общем привезли нам правда не с первого раза я чтобы родители Ромкины не ошиблись я им распечатал фотографию PlayStation но распечатал фатку то есть фотография была фат модели PlayStation 2 и дал им с собой это значит рисунок фотографию они показывая там видимо продавцам китайцам они говорили сказали им что такой модели уже нету это устаревшая модель сейчас есть какая-то более новая показывали им но глядя в общем что она отличается внешне они побоялись брать потому что ну на фотографии она же выглядела по другому и поэтому с первого раз эти привезли вот поэтому нам пришлось ждать ну когда они объяснили это я ну в общем понял в чем дело сказал что ничего страшного везите да это Slim версия ну то есть обновленная версия этой же приставки ничего страшного такая же ну и в общем нам пришлось еще где-то с месяц наверное ждать ну или около того и они нам все-таки привезли долгожданную консоль ну естественно дисков пока не было никаких кроме вот этих вот секретных материалов ну и приставку я поначалу отдал Аньке она где-то наверное недели две играла свои секретные материалы правда она там застряла сразу где-то на первом боссе ну в общем просила меня ей помочь я пытался ей помочь но тоже не смог вывести там кого-то чудика который молниями дошевырялся в общем жуть страшная это кстати хоррор был так немного отвлекусь от рассказа потому что мы с вами прошли первый чемпионат вот видите появился вверху кубок золотой так что мы чемпионы и нам дали машину призовую машину за первое место вот как я и говорил Mazda de Mio A-Spec вот такая вот маздочка пятидверая сейчас у нас конечно полно таких в городах ездят и более новых модификаций но тогда даже увидев вот такую Mazda de Mio на улицах нашего города мы очень сильно радовались да сейчас может быть смешно конечно но тогда это было событие так сейчас вот покажу еще один аспект вот мы ее выбираем то есть сейчас вот там где внизу нарисована машинка вот появилась надпись de Mio то есть мы сейчас как бы сидим за рулем этой машины она у нас выбрана но ездить мы на ней не будем потому что у нас нехватка денег сама машинка слабенькая мы ее продадим вот заходим значит в поддержанное авто мы заходили в покупку сейчас заходим в продажу у нас появилась как раз таки ненужная вещь как я тогда говорил и вот 12 тысяч кредитов у нас еще добавится продаем потом позже можно будет снова проехав этот чемпионат заработать и снова так но тем временем избавляемся от нашей машины и теперь так снова нужно зайти в гараж так давайте наверное запишемся и купим на нее что-нибудь стоящее так хотя наверное мы эту серию закончим потому что я так смотрю по времени мы уже ушли даже за полчаса поэтому стоит прервать серию так а я не нажал на запись так сейчас тогда сохранимся и будем закругляться как раз в следующей серии купим на нашу сильвочку ну каких-нибудь еще запчастей посмотрим на что у нас хватит по деньгам думаю подвесочку на нее купим уже гоночную так ну и я наверное в следующей серии продолжу рассказ о том как я познакомился с гран-туризма на playstation 2 так ну что же всем пока с вами был российский голос гран-туризма с вами был скудер прощаемся и встретимся в следующей серии пока-пока пока